Привет зрители! Так-то можно туда поближе подойти, но у нас вчера был дождь, возможно там еще немножко сыра. Сейчас уже вроде как все сухо, я в штабчиках розовеньких. Сегодня тратый день. В моей роботе я. Тут был дом в прошлом году. В нем была печка. Я хотела просто на камеру поближе посмотреть, что тут. Видимо, эта печка и есть. Короче, сначала нам сказали, что его увезли, потом что его разобрали. Короче, я так не поняла, что с ним стало. Переводчик из нашей команды, который нам примерно год назад в это время еще, когда мы были в полноценной командой, пришел, пришла. Оказывается, сдает тест на вступление в другую команду. Одну-то я знаю, взяли без теста, потому что ник такой уже известный. Не, если бы мне кто-нибудь там предложил, типа, подступай в нашу команду. Мы даже поможем тебе, типа, твой проект доделать, рендроп основные, или просто поможем в проектах, или просто вступай в нашу команду. Я бы вступила. Но приложение не поступает. Да я как-то это... А сама писать не хочу, потому что, ну, конечно, могут взять без теста, а могут дать тесты. И нафиг это мне доказывать с пятилетним старым минимальным... Минимум пятилетним старым, уже шестилетним старым переводчика манги. Что я могу в мангу, да? Плюс, даже если без теста, могут дать проект, который мне не хочется. Вот я хотела бы, может, переводить там проект, который висит, раз в полгода обновляется в команде овер до хрена человек, и тайперов, и клинеров, и переводчиков, и редакторов. Это не как у нас там, реддроп, пытались кого-нибудь найти от них. У нас в последнее время практически никто не приходил, приходили и уходили. Или приходили, ни когда не делали, и уходили, соответственно. То это как бы... Вот есть манга, которую одна команда переводила. Немножко криво. Потом мы раскрутим, взяли эту мангу и стали сами переводить. Тоже слегка криво. Ну, может, и не криво, чем та, которая до этого переводила. Это начинающая команда. Ну, вот они... Я бы ее переводила. Бездомная кошка и волк, или что-то в этом роде. И дикий волк. Бездомная кошка и волк отца. Я бы ее переводила. Я бы даже им редачила, если бы у них, допустим, есть до хрена перевод, но редакта нет, да. Я бы, может, ее даже тайпила. Но ведь придешь сейчас в современную команду, и тебе дадут то, что тебе не хочется. Или то, что ты вообще не хочешь переводить. А то, что ты хочешь переводить, тебе не дадут. Это у нас было, что пришел человек на ежика, у меня этого ежика отцапали, дали человеку, а человек потом свинел. Ну, в смысле, были хорошие примеры. То, что я хотела, мне давали. Я переводила. Иногда давали то, что не хотелось. Но она все равно более-менее няшненькая. Даже тоже у меня сурьбоку. В сравнении с тем, что переводят другие команды. Большинство переводят вообще какой-то дикий шлак. Для меня это шлак, для кого-то это, наверное, нормально. Он там полуразрушенная на столбах стоит. Ферма, в которой лошадей, по-моему, держали. Я помню, как ферма для лошадей называется. Так, ферма, или как-то по-другому. Лошадярная какая-нибудь. Это, кстати, Асулаева. И это, как бы, тут уже давно никто не живет. В этом доме живая, не помню, как бабуля звали, девочка Наташа, которая была старше, даже моей сестры старшей. Двоюродная. Они москвичи были сюда, приезжала она на лето. А потом как-то резко перестала приезжать. Потом, помню, тут, ну, как бы, жила ее бабушка. Тут какое-то время не было света, она как-то сюда все равно приезжала. Как она тут без холодильника жива, крайне покрытым раком. У нее был там приличный выводок малины. А я к чему? У меня пара человек наших переводчиков в разное время, с момента распада рейн-дропс, не то чтобы уговаривала, так спрашивала, типа, там, в какую-нибудь команду податься. Подающую виду, работающую там частично за монетку. Мы опустим этот момент, что без лицензии работать за монетку как-то стрёмно, неправильно и тому подобное. Вообще, это, как бы, волонтерство. И донаты могут идти только на томе Акиманге или просто донаты на поддержку команды, без всякого типа платных глав и так далее. Ну, сама суть, что в большой команде, типа, круто. Ну, современные большие команды, три года живущие, те группы, которые были, начинали с нами. Вот, скажет, Баттерфляй недавно узнал, еще перед деревней, они, оказывается, в январе официально, окончательно развалились. А хотя неофициально еще осенью где-то начинали, в прошлой. В общем, неофициально они начали разваливаться еще до того, как мы официально развалились. А официально развалились они после того, как мы уже развалились, через месяц буквально. И уровень современных больших команд как-то, ну, не всегда такой крутой. Как, допустим, у старичков, как мы, был. У меня просто словила сеть в том месте, где она теперь бывает. Хотя сегодня из-за сильного ветра она была почти хреновая. И только на Белайне на микрофоне вообще не ловилась. Ну, и что-то такое вот немножко прочитала. Даже смогла чуть-чуть попереписываться с человеком. Просто удивилась, что, как бы, я думала, там, человек скажет, я, бывший переводчик, лендроп, переводил такой-то проект. Ну, ее сразу возьмут. А манга там такая, ну, тоже специфическая. Не сказать, что легкая, а хоть и седди. Ну, в общем, я только потом поняла, что когда в лендроп пришло, мне некоторые говорили, что у меня, одни говорили, что у меня слишком литературный перевод, когда я переставала слишком литературно переводить, мне говорили, что он у меня какой-то, ну, прям практически слово-слово-дословное. Потому что переводила иногда тогда не знала. Мне сказали все переводить, все, что написано в английском. Я переводила даже с носки переводчиков. А редактор не всегда врубался, чтобы эти сноски переводчиков убрать, их тупо тайпили. Нам попалась девочка, хороший тайпер, но именно тот тайпер, который тайпит, вообще не глядя на текст. Ну, иногда это нормально, машинально. Меньше думаешь, быстрее делаешь. Короче, ладно, поеду я дальше. У меня тут в первый день два зайца попоздалось, но вот я не засняла, не получилось. Может, я вот так вот, когда ждешь этого зайца с камеры, идешь, да, он не вылазит, конечно же. А когда и камера с собой, и телефон с собой, он вылезет так, что уже, пока застаешь то и другое, уже зайца фунтилил. Такие дела.